так и снова здравствуйте надеюсь что это третья попытка знаете китайские 10 китайский раз будет успешным я человек анти техникам потому что поэтому мне с техникой лучше не делать ничего давайте для начала оставлю ваши комментарии чтобы написали как нас слышно и видно я тебя вижу хорошо но у меня почему-то опять пауза окей я тебя вижу ты тоже на паузе я не знаю а меня слышно будем с паузой красивая улыбка скажите вам ли слышно ребята и мы выключим звук и будем говорить будем работать с тем что есть картинки нет а звук есть я вас спрашиваю про звук друзья все желают слышно все слышно и это прекрасно будем работать с тем что есть инстаграм слава тебе господи да у нас это называется подкаст мы говорить сегодня собрались про обиды да и завтра более того друзья мы собираемся продолжить поэтому сегодня сможете посмотреть эфир либо онлайн либо в записи и завтра собственно посмотреть продолжение где мы будем обсуждать уже родовые сценарии потому что у эдгарда есть прекрасный проект посвященный этому и он наверно сегодня по нему расскажет здравствуй лилия очень рад тебя видеть добрая девушка взаимно очень рада тебя видеть свое улыбающиеся лицо застывший на экране очень меня обещает я не склонна как это называется не склонна оправдывать себя ретроградный меркурий стала сегодня как раз пост на эту тему завтра будет поэтому мы работаем с тем что есть вселенная нам поможет наладить слава тебе господи да подкаст у нас подкаст давай мы начнем начнем про обиды я раньше очень много обижалась честно говоря существенно изменилась когда я перестала это делать потому что для меня обиды я скажу свою интерпретацию а потом ты может быть или как-то для меня обида это было перекладывание ответственности за свое самочувствие за свое состояние на другого человека маму на папу мужа на какой-нибудь родовой прости господи сценарий на что-нибудь еще и ты копишь эти мешки носишь и тебе в настоящем жить невозможно потому что все это обращено в прошлому в ситуации в которой ты собственно это ему пытал и заблокировал там энергии эту энергию в жизни не используешь ты знаешь в принципе в принципе да но один маленький нюансик есть давай посмотрим ну как пойдем немножко глубже и посмотрим изначально откуда все это берется я писал в книге в своей от размышления дурака да то есть есть два осознания проживания первое осознание это жизнь жить в житии да и второе осознание это жить в выживании вот мы сейчас давай покажите и не будем трогать потому что обиды у нас как раз они все находятся в выживании то есть все что находится вот это все выживание откуда она берется что такое выживание но выживание наверное это набор каких-то как сказать базовых рефлексов которые тебе помогают быстрее принимать решения то есть типа ты потрогал один раз плиту она горячая ты больше за горячую плиту уберешься потому что она тебя обожгла один раз это называется принятие опытов это опыты это немножко другое да вот из чего создаются опыты то есть мы идем немножко глубже то есть вот да когда опыт мозг зафиксировал плиту горячую трогать нельзя все но там был момент интересный да что когда ты дотронулся до этой плиты оттянул руку у тебя вспухла рука и тебе больно да и вот как раз мы сейчас поговорим обида это обида понимаешь да то есть почему она происходит потому что была ошибка о шибко быстро о запятая ошибка да и вот именно почему нас мозг выстраивается таким образом что мы быстро бежим куда-то и не понимаем куда мы бежим вот давай я расскажу вот примерно как бы маленькую концепцию этого да я думаю что всем это будет очень интересно первый момент почему происходит беспокойство беспокойство происходит из идеализации то есть постоянно человек придумывает идею о себе вот когда вот несоответствие да то есть идеализация до режима я всегда история и это все и вы никогда не будете соответствовать идеалу невозможно априори сделать да вот когда у женщины будет грудь там 28 размера да вот тогда на неё мужчины будут смотреть вот когда он будет вот это вот да вот когда будет вот это когда у бабушки вырастет одно место автоматически это бабушка становится дедушкой да то есть и вот эти вот моменты они просто происходит человек постоянно в этих идеализации в этой проживает и вот три столба этого беспокойства представь такая глубокая чашка и она стоит на трех ножках на четырех вообще-то но четвертая ножка она такая это тоже немножко другая история и вот первая ножка первая ножка это проблема это три контекста три контекста беспокойства три контекста выживания первое вот первый столб это проблема это как раз та самая идея о себе то есть человек постоянно куда-то бежит человек постоянно ищет какое-то соответствие это как вот знаешь я тут гурками показываю да и потом вспоминаю что я тут на фотографии вот представь как вот ослик ослик да перед ним есть морковка и он постоянно бежит за ней это вот называется проблема англичане хорошо по этому поводу говорят любая проблема это неправильное понятое приключение ты знаешь у меня друг есть он говорит ну мы на английском тут общались и на английском проблема тоже звучит как проблем да как проблема как то же то же слово а он говорит it's not a problem it's a challenge то есть это не проблема это челлендж это вызов какой-то и когда ты понимаешь проблему так то ты ее скорее решишь потому что вызов это что такое джунгли зовут это как раз про приключения а не про то что ты решаешь видите в русском языке слово вызов немножко другое это как сатисфакция да вызов то есть я пойду сейчас и буду биться насмерть ну то есть у нас приключение это в кайф всегда вот вот когда ты идешь просто челлендж это как бы по-английски я не сказала бы что вызов знаешь это вот как там знаешь вызов принят но в таком смешном если там смотреть youtube например там снимают челленджи там засунь себе в рот ложку с корицей например то есть это про что-то такое поржать смешное про фан да про хохотать про веселиться про получать удовольствие и опыт ну то есть челлендж это про опыт да может быть да видишь я плохо знаю английский как-то не повезло мне с этим в детстве не учил проблема проблема и у нас морковка вот так вот перед носом да когда не сидим потому что она на почему почему это происходит потому что наше тело вот он мы живем в три единстве духа разума и тело да вот и сейчас можешь закрыть глаза и вот уважаемые зрители которые смотрят и просто называет это слово проблема 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 почувствуй как сжимается тело как внутри идет сжатие то что у меня прямо ты говорил проблема проблема у меня заболела голова прям просто вот это ломная дуле да не ужасно серьезно я не знаю как друзья что вы чувствуете но я прям реально просто проблема проблема у тебя сразу сжимается виски сразу тело напрягается начинаешь что-то решать как будто там тебя просят шестизначные числа поделить между собой. Что происходит? Тело сжимается. То есть у нас есть такое удивительное слово, которое у нас тоже подменили. Есть такие сломанные слова. Слово совесть. Совесть это первоначальное движение в бытие. Слово в английском он soul, душа. А весть это послание, да, Дирик, то есть послание. Душа на послание. Послание души. Как мы можем принимать послание от души? Нас либо сжимает, либо разжимает. Вот сейчас, когда мы говорили проблема, тебя сжало. И ты представляешь, если любой человек начинает говорить, у меня проблема, его сжимает, и он уже идет в эту проблему в сжатие. То есть это называется чувство бытия. То есть, когда ты идешь в какую-то ситуацию в сжатие, ты получишь на конце большее сжатие. Потому что все, что происходит, идет в рост. Изначально ты идешь либо из сжатия, либо из окрыленности, разжатия. Вот теперь давай слово то же самое проговорим, но приключения, да, чтобы понимание было. Приключения. Закрывай так же глазки. Приключения. 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 Смотри, какой кайф на душе. Ситуация. Ситуация. Немножко по-другому. Вопрос. Вопрос. Понимаешь? То есть найти себе те слова, которые любой, как ты говоришь, челлендж, как любой вызов. Ты можешь воспринимать другим словом. И тогда ты уже идешь в решение этого вопроса, в решение этой ситуации из совести, из разжатия. Да, это очень хороший пример, потому что есть же в психологии такое понятие, как рамка проблемы и рамка решения. И что решение проблемы, оно лежит за рамками этой самой проблемы. То есть невозможно, находясь в состоянии сжатия, с вот этой морковкой перед носом найти способ решить проблемы. Потому что это решение, оно в другой плоскости находится. В другом пространстве. В другом пространстве, да, в другой плоскости, как угодно. И смысл в том, что таким образом, то, что ты дал, да, этот инструмент, просто меняя формулировку и слушая отклик в теле, ты переключаешь себя. То есть ты меняешь свое состояние из другого состояния, из состояния открыленности, изобилия, или там, если это, например, слово вопрос, то для меня, например, слово вопрос ассоциируется с концентрацией. Да, то есть из состояния концентрации, изобилия, баланса и так далее. Ты решаешь уже эту проблему. Ну, то есть ты получаешь то же самое решение, которое ты искал, только у Жени из состояния сжатия, а из состояния открытия. Это очень круто. Я тебе скажу даже больше, что из состояния сжатия эта проблема будет только больше, больше и больше. Да, 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 я это и упомянула, я это имела в виду, что в рамках проблемы ты не найдешь решения никогда, ты будешь только ее усугублять. Как люди, люди начинают делать еще хуже и хуже, то есть, как бы, когда у них горит дом, они бегают по нему и кричат вместо того, чтобы выйти на улицу, чтобы звонить, как сказать, в 911, да, и мерземся, как пожарным, пожарным. Вторая, вторая нога, второй столб беспокойства, то есть проблема понятна, да, вот как бы сама по себе, это целый контекст, это целый контекст проживания. Проблема, она для чего нужна? Для осознания совести, потому что совесть, это не стыд, понимаешь, да, то есть, если это стыд, стыд, это социальная обида, потому что эта проблема, это сжатие, это и есть социальная обида, то есть, это не, то есть, вот проблема, это, ну, как бы сам контекст, чтобы уйти в жизнь, нужно просто осознать совесть, то есть, осознать, что она у тебя есть, что это либо тебя сжимает, либо тебя разжимает, округляет. Ну, а совесть, это что? в таком понимании. Это твои какие-то внутренние ориентиры, какие-то моральные... Это ясно. Это ясно. Нет. Нет. Это не ориентиры, это не ментальная вещь вообще, это вещь душевная. Потому что со – это душа. С душой ты можешь разговаривать только посредством ощущений и чувств. То есть это какая-то твоя духовность и твой порыв, да? Да. Это осознавание своего состояния в моменте. Что с тобой происходит? Либо твои ощущения и чувства тебя сжимают, тебе сейчас больно. Либо тебя окрыляют и ты идешь в ситуацию. Вот просто осознавание, что происходит со мной прямо сейчас. Когда ты можешь почувствовать себя в моменте и прожить этот момент на 100%. Ясно. Это ясность. Очень хорошо. Ясно и здорово. Да, ясность. Следующий момент. Так называемая подлинность, да? То есть это если из молитвы желание брать. А вообще эта подлинность – это долги. И прости нам долги наши, якоже и мы прощаем должников наших. Помнишь, мы с тобой долго говорили по этому поводу, да? Вот именно что касается долгов. Да, да. Что это такое и с чем это едят? Вот нас с детства, когда нам подменили совесть на стыд, да, то есть нас приводят к тому, как тебе несовестно. Ты плохой мальчик, ты плохая девочка, как тебе несовестно. Ай-яй-яй, ты такая-такая-такая. Это вот как раз подмена понятий. И стыд нас привел к тому изначально, что мы поменяли очень важное отношение, ну не важное отношение, важное состояние, любовь на похвалу. Если нас не хвалят, значит нас не любят. Да, то есть нам нужно постоянно видеть вот это вот социальное доказательство любви, то есть какие-то поглаживания, а если говорить по Берну, да, или какие-то, то есть доказательства того, что нас любят. То есть типа нас нельзя любить просто так, нас можно любить только, если ты хорошая девочка, получила пятерку, похудела, не знаю, отрезала себе нос, пришила грудь 28-го размера и так далее. И все равно это подтверждение любви, по сути мы делаем, вместо того, чтобы принять свою уникальность. Да, чтобы именно принять свою уникальность и понять, что ты такой, и ты просто живешь. То есть все беспокойство это поиск того, чего ты никогда не терял изначально. Это поиск жизни. Да, и знаешь, вот про это как раз, я сейчас не рекламирую, но собственно про это как раз курс «Почувствуй свою любовь» он и есть. Потому что, живя в Америке, только переехав в Америку, я поняла, что мы в России живем в концепции «You're not good enough», то есть ты недостаточно хороша. Почему мы живем в этой концепции? Потому что она для всех социальных манипуляций. Ты недостаточно хороша, купи помаду, краску, и станешь поинтереснее. Купи там сапоги новые, и станешь поинтереснее. Закончи курс, прочитай книжку и так далее. То есть мы все время ослик с вот этой морковкой перед носом, которая не может быть настоящим. Из страха, да. Из страха быть отвергнутыми, из страха быть непринятыми, из страха быть покинутыми и так далее. И мы ищем, как ты верно сказал, то, чего никогда не теряли. И когда ты обретаешь вот эту вот историю, то есть ты можешь почувствовать свою любовь и на свою собственную любовь опираться, и на свою собственную идентичность опираться, как раз там и открываются совершенно удивительные вещи, когда ты перестаешь доказывать кому что-то и начинаешь жить. А самое главное, об этом сказал Иисус Христос две тысячи лет назад. В заповеди, когда он давал, он говорил очень интересную такую первую заповедь. Возлюби Бога больше отца и матери своей. Потому что слово любовь само по себе это слово. Людина Бога ведает. То есть о чем это говорится? Это принять внутреннего родителя внутри самого себя. Стать для себя и мамой, и папой. У меня тоже по этому поводу вот буквально через неделю выйдет удивительный тренинг, именно аудиотренинг, с медитациями. То есть будет полностью принятие обид на маму, принятие обид на папу, принятие осуждающей части и соединение с родом. Там такой вот прям глубокий-глубокий будет момент. Очень похожая практика будет такая же, какая будет 23-го числа вот сейчас на вебинаре про род. Ну, это мы сейчас пока вернемся. Давай мы закончим вот с этим, с амидами. Да, я хочу тебе потом еще, знаешь, прорекламировать свои истории. После того, как мы с Эдгартом поработали и сделали практику, у меня мои мама и папа, ну, во-первых, я там обрела свой род и все такое, но это, знаете, невозможно рассказать, можно только почувствовать. Но мои мамы и папы, что как бы, знаете, вот реальное подтверждение в реальном мире, в котором не общались ребята в течение 27 лет мои родители развелись, когда мне было два с половиной года. Все. С двух с половиной лет мои родители не общались. Ну, там, разводные документы какие-то и все остальное. Вот мы встретились и нормально поговорили, и у меня теперь есть тройная фотография, где я, моя папа и моя мама. И это было просто удивительно для меня, потому что, повторюсь, 27 лет этого не было. И после того, как мы сделали, ну, понятно, не только с Эдгаром, я делала много работы до этого, но просто Эдгар, это было то, что вот просто вишенку на торте до шлифовала и все предыдущие. Чудеса происходят. Это реально работает. Если бы мне кто-то сказал, что я буду общаться со своим родным отцом и что у меня они будут с мамой общаться, я бы сказала, да ты сумасшедший, такого никогда не произойдет. Никогда. Но, тем не менее, вот там, какого-то 10 августа или какого-то, я с вот такими глазами стояла и такая, в смысле? Я просто в один момент оборачиваюсь, а они стоят там, типа, и общаются нормально, разговаривают в стола. Я такая, посмотри, посмотри, что происходит. Мама с Димой разговаривает, о, Господи. Это удивительно, конечно. Поэтому, да, обязательно, если у вас, для вас это актуально, если у вас есть проблемы с родителями, они есть у большинства, сходите к Эдверду, его вебинар 23-го числа, потому что это реально мощное и прорывное. Возвращаемся к обидам. Минутка рекламы от госпожи маркетолога закончилась. Благодарствуйте, добрая девица. Смотри, дальше. То есть, вот именно долги. И прости нам долги наши, якоже мы прощаем. Это вот в Великом Послании, это целая глава вот этого Великого Послания. То есть, мы постоянно должны быть хорошими. Мы постоянно должны быть. И вот Иисус как раз и говорит здесь, вот в этом моменте, что послание, да, Отца Его Небесного, что перестаньте искать любовь в ком-то другом. Перестаньте, как маяки, бегать за кораблями. Начните просто любить и светить. И придут к вам корабли те, которые придут на ваш свет. Но мы постоянно ищем любовь. Мы постоянно ищем поддержку от мужей, любовь от жен. Не видя любви самой себе. У меня был такой интересный момент в консультации. Ко мне пришла девочка, 14 лет. И там ей было очень больно. Ее там колотило, как тузик грелку. Ну, прям колотило девчонку. Ей плохо было. И она говорит, отношения с мамой. Она говорит, я очень люблю маму. Мама меня не понимает. Я говорю, понимаешь, какая ситуация? В таком состоянии любить маму невозможно. Там нет любви. Она говорит, хорошую она фразу сказала, почему вы обесцениваете мою любовь к маме? Я говорю, понимаешь, добрая девочка, я ее обесцениваю, потому что у любви ценности нет. Любовь, она бесценна. Бесценно это состояние, это состояние такого кайфа, такого проживания. Ты сейчас в этом состоянии находишься? Нет. Ты находишься в сжатии. И это сжатие, там нет любви в сжатии, там одно выживание. И вот мы постоянно этим долгом хотим кому-то чего-то доказать. Там рождается проклятие очень интересное. И я докажу, я докажу тебе на зло. Я не смотря... Мы как раз будем делать на... Эдгард нам ее подготовил на бесплатной неделе на курсе. Поэтому кому важно, приходите, пожалуйста, вы сможете на медитацию Эдгарда поучаствовать в ней живьем. И, собственно, что-то в своей жизни исправить и изменить. Поэтому... Это медитация. Это не реклама, знаете, это правда так, потому что это крайне важно. Я потом сейчас дам тебе это говорить и дополню со своей стороны кое-что про долг и про любовь и про изобилие, мне хочется сказать. Вот эта медитация, она удивительна. Эту медитацию я делал в Крокус Сити Холли, вот когда у Саши был семинар ее, то есть одновременно ее делали 5 тысяч человек и 18 тысяч онлайн-слушателей. Такие отзывы у девчонок, такие штуки они от себя подцепляли, прям удивительные штуки подцепляли. Прям вот эти вот... Боль, вот это доказательство, потому что, понимаешь, этот момент, когда я докажу тебе на зло, это из были идет зло. Что придет в итоге? Придет только зло. Конечно, конечно. Да, и там такие моменты, такие отцепляшки идут в этих вот аспектах, прям отцепление от этих клятв своих бестолковых, потому что они в порыве сказаны и они приводят к очень больным результатам. Это даже вот смотри, Лиль, вот по поводу успеха, выживания, да, когда ты должен, даже возьми деньги обыкновенные, вот простой пример, яркий пример. Вот со мной лично было так. У меня была ситуация в 2009 году, я ее рассказываю уже, притча во языцах, наверное, да, я попал в кредит тогда, ну не в кредит, а в долг, потому что у меня лопнуло предприятие в 5 миллионов долларов. То есть я вот зашел к банкиру в одном состоянии, мы должны были получить инвестиционный кредит, построили фабрику, взяли еще в долг, чтобы достроить ее, чтобы получить, ну, залоговое обязательство. Все сделали, все построили, заходим банкиром, первый кредитный комитет прошел, заходим на второй кредитный комитет, сидит мой товарищ, который зам руководителя банка. Ну то есть все договоренности были соблюдены, мы все договорились, все решено, по рукам было ударено, и он такой бумажку достает, и показывает, понимаешь, вы не под теми звездами родились, кризис, деньги запретили выдавать. Я вот зашел туда миллионером долларовым, а вышел 5 миллионов на горбу. И тогда я вышел с долгом, и этот долг дальше привел меня к циррозу печени, ровно через год у меня открылся цирроз печени. И тогда, когда у меня открылся цирроз печени, я осознал одну вещь, что я отдаю то, чего не брал, я отдаю долги, я брал деньги, живую энергию, денег, а отдаю то, чего не брал, качество бытия, должен, долго, всегда. Как можно отдать долго? Да, невозможно, ты будешь всю жизнь долго отдавать, это же навсегда продолжать. Да, и само слово даже, если сейчас закрыть глаза и проговорить слово долг, должен, 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 мама дорогая, тебя так скрючит. Да ужас, мне даже, знаешь, глаза закрывать не надо, я боюсь, потому что в это... А теперь просто скажи, я отдаю деньги, я брал деньги и отдаю деньги в рост, я брал деньги и отдаю деньги в рост, такое расширение идет, прям расширяет тебя, открывает. Еще понимаешь, мне кажется, что, что когда ты отдаешь деньги, что отдавать деньгами всегда дешевле, чем отдавать... Всегда дешевле, всегда дешевле. Потому что когда ты отдаешь деньги, ты не затрачиваешь своих, и женщины никогда, иногда этого не понимают, знаешь, отдавая свои эмоции и так далее, и меняя эмоции на деньги или на какие-то материальные блага. Не всегда это справедливо, не всегда это эффективно и так далее. Знаешь, вот эта концепция, я вдохновлю мужчину. Во-первых, мужчина, может быть, у него вообще нет такой цели вдохновляться, во-вторых, ты затрачиваешь иногда настолько много сил, времени, желаний, каких-то энергий туда отправляешь, что тебе было бы быстрее и проще, знаешь, а-ля, вместо того, чтобы сходить в магазин и купить себе продуктов за 3000 рублей, ты занимаешься всем вот этим, и это дороже для себя, чем сходить и делать по простому пути. Потому что, когда ты должен, и это качество бытия, то ты отдаешь все, ты отдаешь деньги, ты отдаешь эмоции, ты отдаешь, ты постоянно должна, ты каждую секунду времени проживания через проблему ты становишься должна каждую единицу времени проживания дня. А этих единиц времени, если брать по минутам, всего лишь тысяча минут в день. То есть, представляешь, тысячу минут в день проживать вот в этом состоянии. Это кошмар, ты знаешь, я называю это патовая ситуация. Ну, серьезно. Это выживание. Но там еще есть и третий столб. Это самый удивительный столб, тот, чему учат всегда, всех учат. То есть, кто-то, может быть, просто меняет понятие, бывает и такое. Но есть еще одна нога удивительная, называется цель. Когда человек ставит любую цель, тут надо смотреть в зависимости от того, кто как преподает эту ситуацию. Сейчас не будем говорить. Мы с тобой говорили про это, ты знаешь, что такое цель, что такое желание. То есть, когда человек выставляет цель, это у него есть или этого у него нет? Этого у него нет, конечно. Он будет к этому стремиться и стремиться, что там, стараться и все делать. Там еще дальше интересно есть. Вот чтобы стремиться, стараться, это уже качество бытия, из которого происходит цель. Если у тебя этого нет, ты в этом нуждаешься. Да-да-да, мы обсуждали с тобой нужду абсолютно точно, абсолютно точно. Здесь я согласна просто двумя руками за. Потому что если у тебя это нет, в этом нуждаешься, и все строится из изобилия нужды. То есть, твои решения понимаешь. Да, то есть, и все решения будут, даже говорят, что у некоторых даже получается сначала и денег даже получить. Но все равно это приводит к нужде. Потом это все растрачивается, разбрасывается. Это вот тебе яркий пример, я лично, я просто это осознал. Когда я осознал разницу между желанием и целью, к чему меня привела моя цель и долг. Я должен был всем доказать, что я такой большой молодец, что я поднимусь на ноги и встану. И это меня еще дальше-дальше начало разбивать. То есть, цирроз печени, семья ушла. То есть, остался практически один с циррозом печени, с 5 миллионами долларов. Ну, было прикольное состояние, правда. То есть, ну, когда я встретил свою жену, вот тогда, в то время, да, вот, на той, которой я сейчас женат, и никому в жизни даже, ну, то есть, всем пожелаю таких жен, да, всем мужчинам. Она мне сказала всего лишь одну фразу, которая мне перевернула всю мою жизнь. Ты говорит, хочешь быть счастливым? Я говорю, да, очень хочу. Но мне было, правда, очень плохо. Я был 185 килограммов весом, такого сине-зеленого цвета. Ну, было удивительное состояние. Когда тебе звонят каждые 15 минут, когда отдашь деньги, да, то есть, тебя потряхивает от звонка. То есть, это, ну, это прям… Я просто хочу, чтобы люди понимали. Вот вы должны за ипотеку, например, 5 миллионов или кто-то 3 миллиона. А, и умножьте вот это в 65 раз. И это будет долго, Эдгарда. Умножьте в 65 раз. Вот вам звонят, кому-то звонят по поводу 10 тысяч рублей, типа, коллектор, когда отдашь. Вот вы умножьте это не на 65 раз, а сначала умножьте это на 50, а потом еще на 60. То есть, типа, в 300, там, типа, 25 раз. Примерно. Ну, да, тогда по тем, по тем, по тем, как… Раз умножьте. Вот просто свои проблемы и увидите, как это, как это чувствуется по-другому. Как это чувствуется на телесном уровне, когда ты сине-зеленого цвета и весит 185 килограммов и так далее. Сразу жить не очень хочется. Да. И я просто сказал тогда, она спросила, говорит, ты хочешь быть счастливым? Я говорю, да, очень хочу. Она говорит, да будь. И ты знаешь, меня прям, с меня прям поток пошел. Вот я прям осознал, что изначально все мое будь находится вот здесь в голове. А когда она мне сюда задала вопрос, а какой ты? И я написал всего 6 пунктов, какой я. Я понял, что я… Тогда вот прям у меня осознание пришло, что я ищу того, чего никогда не терял, что я уже прям сейчас живу вот здесь. И в этом поиске я теряю это, что имею сейчас, свою жизнь. Потому что с циррозом четвертой степени, ну, как мне мой любимый друг сказал, у меня врач хороший есть. Он сказал хорошо, говорит. Ну, говорит, что я тебе могу сказать? Говорит, ну, давай землей уже обтираться. Там грязевые ванны принимай. Я говорю, а зачем? Говорит, ну, к земле привыкай. Очень добрый доктор. Врачи, они такие, да, они могут это делать. Да, то есть поржали, посидели. Говорю, не-не-не, я еще, знаешь, на свадьбе твоей дочери станцую. И я пошел. Я пошел в это движение осознавать. И вот все, что сейчас происходит со мной, это мой путь. Я за год, за год решил все эти вопросы по отдаче своих денег. Ровно за год я рассчитался за все деньги, которые брал. Но я брал деньги и отдавал деньги. И я пошел в рост. Я пошел не в бизнес, я пошел в психологию, потому что мне стало это очень интересно. Я начал учиться, 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 учиться. И мне так, наверное, попадалось в жизни, что очень великие учителя, которые сейчас живут на планете, приходили ко мне в учителя, да, то есть которые давали очень большие знания. Такие знания, осознавания, духовных практик очень много пройдено. И я магистр космоэнергетики, то есть мастер нескольких видов рейки. Да, это удивительный человек, серьезно. Я когда читала книжку, вся история, которую Эдгар описывает здесь, он, собственно, ее написал в книжке, которая называется «Путь дурака». И я ее читала. И вам искренне советую тоже. Можно купить в электронном виде. Я читала на Литрос. Покупала ее. Она сейчас через Озон можно. В любом книжном магазине они продаются. АСТ у меня заключил контракт, можешь меня поздравить, когда мы с тобой встречались. На следующий день АСТ мне предложил написать еще четыре книжки, то есть я заключил со мной контракт еще на четыре книги. Очень-очень здорово. Две уже написаны. Это классно. Скоро до Нового года выйдет, наверное, после Нового года вначале выйдет «Занимательная психология для богатых и знаменитых». А, у них еще есть. Да. И сказки про Федота и Идиота и Ивана Дурака. Сказки для взрослых детей. Удивительная сказка получилась. Да. И сейчас я отдал на сценарий. Еще сценарий сделать, мы еще экранизируем ее. Класс, класс. Вот смотрите, как Эдгард широко живет и широко мечтает и широко ставит свои желания. Как это сказать? Отправляет их. Ну и реализует тоже. То есть, знаешь, я против, мне больше нравится формулировка там «исполнять собственные желания», например, но исполнять самостоятельно, а не ждать, знаешь, у моря погоды, лежать в направлении там чего-нибудь и отдавать все на лодку, понятно, чтобы полежу. Нет, ты знаешь, желание – это глагол, это делание. Ты в любом случае отстаешь, отрываешь, и что-то ты идешь в свою жизнь. Почему? Потому что если ты будешь, как в том анекдоте, лежать на диване и говорить, «Господи, ну сделай меня богатым», да, как в том анекдоте, когда, говорит, Ангены пришли и сказали, говорит, «Господи, ну сделай ты его уже богатым», говорит, «ну достал уже всех», говорит, «ну молиться и молиться, и мы ничего поделать не можем». Он говорит, «я, говорит, уже сам готов ему отдать, пусть, говорит, лотерейку встанет, купит». Да, ты вот реальный билет хотя бы купи, просто купи и молись, да. И такая же, знаешь, история про то, что «Господь, я хочу, чтобы чувак в наводнении, я хочу, чтобы меня Господь спас». И к нему прибыли на лодке, потом прибыло бревно, потом что-то еще, в итоге он утонул, и к Господу приходит и говорит, «Господи, почему же ты меня не спас, я тебя ждал». Он говорит, «А кто тебе отправлял лодку, бревно и все остальное?» Да. А что ты ждешь, кого ты ждал? Поэтому да. Но все желания и все цели выстраиваются из психической энергии. Для этого очень такое, я вот рассказываю на тренингах всегда, есть такое понятие, как закон Ома для полной цепи. При единой божественной энергии, при едином напряжении, чем больше сопротивление, контроль, тем меньше жизненная сила, сила тока. То есть вот при единой божественной энергии, чем больше твой контроль, тем меньше твоя жизненная сила. Да, и как ни странно, наверное, для всех моих подписчиков, я с этим согласна. И когда Эдвард говорит про контроль, это имеется в виду, что когда тебе слишком хочется, когда ты на это слишком влияешь, то есть ты там, например, пришел в ресторан и сказал, принесите мне, пожалуйста, пиццу. Все сказали, хорошо, через 15 минут или через 10 тебе ее приносят. Но ты в течение этих 15 минут не дергаешь официанта каждую секунду, не говоришь, ну она готовится или нет. Вы уже передали мой заказ официанту повару, а повар готовит, а вы поставили ее в духовку. А точно, а точно, а точно, потому что в противном случае вас выгонят из ресторана и скажут, иди отсюда нахрен, просто ты всех задолбал. И я с этим абсолютно согласна, что нужно давать возможности Вселенной, Богу, как угодно можно это назвать, высшему началу, на то, чтобы это высшее начало свое дело осуществило и тебе помогло. Но это не про то, чтобы сидеть и ножки свесив, и вообще ничего не говорить. Потому что, опять же, если ты заказываешь пиццу, ты должен иметь возможность за эту пиццу захотеть, эту пиццу съесть и так далее. Потому что сейчас бывает так, что ты просто что-то отправляешь в отпуск, то ты сам к этому не готов, и тебе, конечно же, за это желание никогда не исполниться. Это примерно то же самое, что ты приходишь покупать в автосалон новый автомобиль, а у тебя в кармане полтора рубля, и очень большое желание ее купить. Да, но надо с желанием своим, абсолютно верно, надо с желанием своим соответствовать. Пришел покупать новый автомобиль, ну, как бы там, какой-нибудь БМВ, так будь добр иметь 3 миллиона в кармане, чтобы за эту БМВ заплатить. Да. Это справедливая цена. У каждого желания есть своя справедливая цена. И зачастую вы не готовы эту справедливую цену платить, поэтому ваши желания не исполняются. Не потому что вселенная вам что-то там не присылает, а потому что вы их платить готовы. Денег нет у вас, валюты нет. Да, нету жизненной силы для того, чтобы как на небе, так и на земле рассчитаться. Ну, то есть, вот духовной силой нужно праной еще называют жизненную силу. Не важно как. То есть, из праны создается что-либо. Как ее получить? И вот для этого как раз я и даю вот эти вебинары, я даю вот эти вот медитации. То есть, когда есть осознание, когда есть осознание своих травмированных ролей. Что такое травмированная роль? Это сломанная коммуникация. Сломанная коммуникация в своем опыте. То есть, ты проживал опыт, сломал коммуникацию, и опыт недопрожил. И ты все время будешь проживать этот опыт, и там будут играть, как кино. И там будут играть определенные роли. И эти роли должны прийти к пониманию жизни, радости и любви. Каждая роль должна прийти на земле, как на небе, в любовь. И осознание опыта через любовь и благодарность. Благо дарить. Никто не благ, кроме Бога единого, Иисус Христос сказал. То есть, подарить Бога во все. То есть, это ни в коем случае не религиозные аспекты. Это аспекты психологические. Творца, вселенную, как хочешь назови. То есть, ну, мне нравится вот название вот этого. Да, мне кажется, что еще важно заметить, что во всех этих травмирующих ситуациях из прошлого твоя прана, твоя жизненная энергия, твои силы, твое внимание и так далее туда утекают. Это как бирки в твоем кувшине, в твоем стакане, в чем угодно. То есть, у тебя есть пакет, в котором есть вода, и тут вот протыкано со всех сторон. И туда утекает стручка, и сюда утекает стручка. Вы считаете, вы свой ресурс теряете быстрее. Просто потому, что вы все время сталкиваетесь с какой-то повторяющейся травмирующей ситуацией или травмирующей ситуацией из прошлого, которая вас все время беспокоит. Вы даже можете это не осознавать, но это так. У меня немножко другая интерпретация этого же самого. То есть, ну, как бы вот в моем, в моей концепции, да, мы очень часто говорим о границах. Да, и этих границ у нас, как правило, три. Первая – это родовая граница, мама, папа, судья и род. Да, то есть вот граница. И там вот эта граница выстроена из этих застывших ролей. Стыд, стыд нет. Понимаешь, такая ты ледяная, стоишь вокруг себя самой, как камера, как тюрьма. Следующая граница – это непринятые сексуальные роли. Это, ну, там, где женщину обидели сильно. Это вот, скажем, вот это вот, то, что мы говорим, вот первая, да, планка – это сердечные моменты, это желудок, это печень. Да, ну, то есть травмы, именно география в теле, болезни. Да, да. Лучницы и прочее, прочее, прочее. Это непринятые шлюхи, твари, мрази. То есть все, 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 где тебя унизили, оскорбили, застыдили, все твои застывшие, ну, не твои лично, да, а все застывшие роли человека стоят с еще одной границей. И третья граница – это про деньги, социальная граница. Да, это жадина, зависник, страх быть бедным, страх быть богатым. Это стыд быть бедным, стыд быть богатым. Ни к чем уж и тщеславец, да. То есть еще одна граница. И вот человек стоит, как внутри, выставил эти границы, но чтобы эти границы поддерживать, то есть туда уходит большое колоссальное количество жизненной силы. Это как щит от мира, от Бога. Вот этот самый контроль, ты закрываешься-то от кого? От людей нет, от Бога. Да, 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 шикарная у тебя метафора. И знаешь, самое смешное, что я писала недавно пост, буквально на днях, про зеленые волосы. То есть ваши все концепции про то, что вы считаете себя недостаточно хорошей, или вас открывает чужая голая попа на фотографии и так далее. Это все руками и ногами оттуда растет. От этих контуров, от вот этих границ, которые вы сами поддерживаете, куда утекает ваша энергия, во-первых. И во-вторых, где вы сами не разрешаете себе быть богатым, где вы сами не разрешаете себе быть щедрым и жадным одновременно и так далее. И вы на все это тратите энергию, вместо того, чтобы тратить ее на созидание, на заработок денег, например. На свои желания! На свои желания, да. На свои желания. Вы идете, смотрите на какую-нибудь блогершу, что она купила сумку какую-нибудь за 20 тысяч долларов. Вы говорите, ммм, сучка какая! Ничего себе! Как она могла? Почему? Потому что вы сами себе не позволяете этого делать. И вы еще плотнее, еще сильнее в этих границах запираете. И не идете к своим желаниям. А там ресурс. Там очень большой ресурс. И я назвал свою психологию. Вот сейчас вот уже разговаривал на кафедре на своей. Сейчас мы будем писать научно-исследовательскую работу. Поздравь, у меня вышла первая монография. Поздравляю! Очень круто! Да. И сейчас мы будем писать научно-исследовательскую работу. НИР называется, да. Именно по концепции еще одного направления психологии. Будет называться трансформационно-аспектная психология. То есть трансформация по аспектам. То есть аспект обиды на маму, аспект обиды на папу, аспект обиды на судью, аспект родовой, аспект со шлюхой, аспект с блядью, с мразью, с проституткой. Вот со всеми этими моментами, да. То есть там, где женщина себе запрещает быть такой. Мы говорили с тобой, и вот людям, может быть, это будет интересно. Восемь заповедей написаны с приставкой «не». «Не в пространстве», «Не читается». О чем говорил Иисус? Что же это значит? Убивай-ка один? Да. Он говорил, что это все плохое есть в нас. И нас раздражает, когда нас за это цепляет, потому что нам нужно было быть хорошими. Поэтому мы все это плохое не приняли в себе, не простили себя за это. Но самый главный момент, как только ты отрицаешь какую-то часть себя, ты автоматически включаешь опыт этого проживания. Отсюда вот эти вот наезды на людей на машинах, какие-то там, ну, вот эти вот штуки там всевозможные, всевозможные изнасилования, всевозможные. Это все оттуда, потому что от непринятия внутри глубины самого себя. Вот фильм хороший есть «Монахи бес», там как раз вот про этот момент. Очень интересно, хороший фильм, очень хороший фильм. И здесь самый главный момент – осознать глубину самого себя, принять себя, своих себяшечек, простить. И эти границы начнут оттаивать. И тебе не нужна такая оптимизация праны будет называться. И когда эти границы оттаивают, эти роли начинаешь забирать в глубину самого себя, да, ты начинаешь собираться, ты становишься полноценным. Ты собираешь все свои бесценности, все свои ценности вот эти вот в одну большую бесценность, и ты становишься бесценным. И тогда у тебя большой, ты приходишь в состояние «я есть», потому что состояние «я есть» – это принятие внутреннего родителя. Надо и важно. То есть для любой мамы, для любого папы, там, любая дочь, любой сын, какой бы он ни был, он его любит. Понимаешь? Потому что он есть папа и мама для самого себя. И вот принятие всех своих травмированных ролей – это и есть принятие своей бесценности. Называется «настроиться», «настроя». Ребенок, родитель, взрослый, тресные личности, собирают все свои травмированные роли. И вот в этом собирательстве происходит удивительный аспект. Ты появляешься, и тогда к тебе приходят желания. Потому что куда они придут-то, когда тебя нет? Ну, пришли эти желания все, а тебя дома нету. Они постучались, да? Там, Вася, ты где? Нету Вася. Ну, ладно, Вася, мы потом придем. Ну, еще, знаешь, удивительная же история. Когда человек не готов, он будет встречать этих людей, не знаю, там, желаемых принцев на белом коне и так далее. Они, в принципе, не будут их замечать. И, соответственно, и женщины, и с деньгами, и так, и все остальное. К тебе приходят возможности, например, тебе говорят там, Марин, давай, смотри, классный проект. А ты говоришь, не-не-не, у меня работа, например. Или говорят там, типа, Марин, приходи на вечеринку, у нас там классные ребята придут. Поэтому просто пообщаемся, не знаю, в игры настольные поиграем. И ты говоришь, не-не-не, у меня там отчет какой-нибудь. И все, ты сам уходишь от этих желаний, ты еще не способен их принять. И потом выбираешь какого-нибудь человека-чудака, который будет твои травмы подкреплять. Вот и все. Да, у меня был такой момент, у меня клиент была в Владивостоке, женщина такая уже взрослая. Ну, как взрослая, молодуха еще, года 54, наверное. Она переехала в Владивосток и начала делать ремонт в квартире. И очень хотела себе мужичка, ну, чтобы жить с мужиком, как бы мужчину в дом. Пришел мужчина к ней в дом, делает ремонт, бывший офицер, одного с ней возраста, делает у ней дома ремонт. И говорит, слушай, ну, сходи хоть бутылку пива-то, купи. Она, сейчас я тебе буду пиво покупать. Я говорю, слушай, ты Господа просила, тебе мужик в дом пришел. Тебе он нравится как мужик? Да, говорит, классный мужик. Вот нарушение коммуникации, понимаешь, да? То есть у тебя мужик в доме, он уже пришел к тебе домой. У меня есть история, которая закончилась плохо. Я расскажу ее просто, чтобы люди так не делали. У меня подруга такая же была, у которой хотела мужика в дом. Пришел к ней мужик в дом. Он при том был там, как называется, руководителем бригады. И, в общем, смысл в чем? В том, что они даже, ну, как бы начали встречаться. Он ее добивался, при том, что за ней не стояли там очереди, не ходили. Смертки на руках не записывали. И так далее. В общем, она осталась им жить, но ей все время что-то было не так. Ее раздражало, что он татарин. Что он не христианин, и что он татарин. В итоге все кончилось с тем, что он умер от первичного приступа в 38 лет. Ну, то есть, как бы, ты говоришь, что ты недовольна этим? Ну, хорошо, получай тогда вот так вот. И что? Потом она стала, как это называется, ругать Бога, что, типа, как так Бог мне взял, а потом забрал. Как так возможно вообще? И все. Ты же сама не хотела. Сама не хотела, да. Ты же сама говорила, что тебе татарин не нужен. Ну, все, забрали у тебя татарин. А потом ты страдаешь по поводу того, что это была самая большая любовь в твоей жизни. Как же так произошло? То есть, ну, можно реально навлечь на себя какие-то очень нехорошие штуки. Не надо так делать. Ну, то есть, надо благодарить за то, что у тебя есть, благодарить за то, что у тебя нет, и за то, что у тебя будет. Да, и еще, мы прошли вот момент нужды, да, то есть, три столба. И самый главный момент, чтобы успеть там закончить вот сегодняшний момент, чтобы завтра выйти уже, ну, в процесс уже осознавания. Есть, то есть, вот, в любом беспокойстве, что ищет вот на этих трех столбах, что ищет человек. Это четвертый столб, мы сейчас говорим про него. Вот, чтобы чашка держалась ровно в выживании, да, вот четвертый столб, чего человек ищет. В любом беспокойстве. Вот, когда у меня будут деньги, я буду каким? Я буду покойным, с опыем, покойничком. Болезнь. И вот этим вот четвертым столбом человек начинает в этом беспокойстве искать смерти. И к нему приходят смертельные болезни. Одним словом, покойствие. То есть, потому что, если мы сейчас, мы не будем это слово говорить, да, но кто захочет поиграться в это, пожалуйста, так же можешь закрыть глаза и проговорить эти слова. То есть, вот, ну, то есть, вот как это одно слово притаскивает тебя? Ты просишь у Бога в мире, где все есть энергия, да, первый закон вселенной, весь мир – это энергия. Все есть движение. Успокоиться. Ну, это вот удивительный аспект четвертый. И вот все это в этом, то есть, беспокойство равно смерти, идеализация равно смерти, нужда равно смерть. То есть, ты постоянно хочешь уйти от этого и прячешься в этом. Это, что касается самого беспокойства. Это работа мозга. Почему? Потому что мозг так выстроен в беспокойстве. То есть, само тело, оно очень удивительное. В нем есть одна очень удивительная функция, называется боль. Это самое, у меня даже книга сейчас скоро выйдет, «Боль, как любящая часть тебя». Очень интересно, я читала твою статью на эту тему, ну, в инстаграме пост, и я пересмотрела после этого свое отношение к боли. Да, потому что если бы у нас не было бы боли, мы бы, ну, то есть, мы могли там себя резать, колоть, делать все, что угодно, играть со своим телом, мы бы его убивали. А тело – это саморегулирующая машина, которая, ну, сохраняет само себя. И боль, его задача – мозг. Боль – это тоже чувство и ощущение, только это уже запускается мозгом. Это этенджер, внимание. И в этом этенджере, во внимании, да, то есть, самый главный момент, тебе тело само подсказывает, куда тебе нужно посмотреть, какой опыт ты не можешь прожить, чтобы ты его прожил. Потому что все, что происходит в этом беспокойстве, в жизни, все, что тебя раздражает, все, что тебе приносит боль, это, как правило, люди. Это не социум, а люди. И вот тот человек, который приносит тебе боль, это просто твой бесплатный психотерапевт, который пришел тебе показать, какая роль у тебя травмирована и какой опыт ты сейчас проживаешь. Я специально, я очень много об этом, Лиль, говорил, очень много говорил, а сейчас я сделал закрытый клуб. Кстати, тебе Евгения не писала? Нет, не писала. Она тебе вот в ближайшее время напишет, я обещал, да, чтобы там присоединиться, там какие-то надо делать пункты, она мне 4 раза об этом говорила, что нужно сделать. Я 4 раза забывал и говорю, давай сделаем так. Я дам тебе телефон, Лили, ты сама ей напишешь и расскажешь, что нужно, как пройти. То есть для чего этот закрытый клуб, что мы там делаем? Мы там проводим 5 консультаций в день, не в день, а в неделю. То есть 4 недели 20 консультаций. Любой человек может зайти там и посмотреть в какую-то ситуацию. У нас там есть прямой эфир, где мы проживаем какое-то утром проживание дня, а вечером мы эту ситуацию смотрим, осознаем, что происходит. Вот сейчас мы осознаем желание, да, то есть у нас там идет, ну, как бы осознание желания. Следующий момент, мы там будем осознание сценариев. Как быстро находить, как быстро принимать и осознавать, какая роль травмированная сейчас вышла. То есть такое, знаешь, глубокое погружение, стать психологом для самого себя. То есть там мы уже нюансы начинаем смотреть. Как быстро, как это вот мгновенно сделать так, чтобы тебя ничего не раздражало в этой жизни, просто не раздражало. Что бы ни происходило, ты можешь сказать, вот это да, какое счастье. Слава тебе, Господи. Да. И тогда ты идешь просто в радости, в любви, проживаешь свой тысячу минут в день, зная, что к тебе желания, которых ты только осознал, что они тебе нужны, что они у тебя уже есть. И они туда приходят. Ну, мы, я думаю, о желаниях завтра, да, так уже, чтобы глубже... Да, да, мы завтра говорим о желаниях, да, потому что сейчас уже скоро закончится время. Я пока не закончилось время, тебя благодарю. Я думаю, что у ребят тоже очень много инсайтов сегодняшнего дня. Я вам до завтрашнего дня сейчас расскажу свою часть, чтобы я его уже не перебивала. А я вам скажу, что подумайте обо всем о том, что мы сегодня перечислили. Про осознанность, да, и бытие в моменте, про волшебную морковку, которая перед вашим носом болтается, которую вы никогда не достигаете. Про желание успокоиться или упокоиться и стать покойником и так далее. Как это все в вашей жизни происходит, потому что там очень-очень много всяких открытий чудных предстоит. Приходите к Эдгарду на мастер-класс по... не на мастер-класс, как на процесс по... Вебинар будет, да. Да, на вебинар. Приходите на первую неделю и на все остальные недели, конечно же, тоже курсы, которые называются «Почувствовать свою любовь», потому что там мы будем делать как раз медитацию «Я докажу на то» Эдгарда Наркал, за что я его благодарю сердечно. И в любом случае, что бы вы ни делали, понимаете, если вы чувствуете, что ваша жизнь не такая, как вам бы хотелось, в любом случае вам нужно что-то поменять в себе, в пространстве, во времени, где угодно. И у вас есть уникальная возможность это сделать. И для меня вопрос «делать или не делать» обычно не стоит. Поэтому, тем более, что это вам предлагается за, там, что-то за бесплатно, что-то за не какие-то великие, огромные деньги, потому что то, что делает Эдгарда, на самом деле бесценно. И это правда. Что бы я отдала, что бы мама поправилась с моим папой, я не знаю. Но это бесценно. Поверьте мне, я бы отдала очень-очень много, если бы это имело какую-то номинальную стоимость. Поэтому... Это имеет номинальную стоимость, стоит этот вебинар 550 рублей. Бешеные деньги. Вы готовы заплатить 550 рублей за то, чтобы наладить потоки, за то, чтобы ваша энергия наконец-то перестала утекать туда, куда не нужно и так далее? Я думаю, что да. Лиль, смотри, вот что мы будем делать на этом вебинаре? Мы берем сценарий, который мешает сегодня. Осознаем сценарий, берем его с собой в рот. Отдаем его в роде, потому что ты проживаешь сейчас чей-то сценарий рода. Сознаем новый сценарий, который мы хотим взять в роде. Что там богатство, успех, что там здоровье, в конце концов. Там же были здоровые, да? То есть взять оттуда здоровье, принести и проживать здесь это. Это же так здорово. Это такая глубочайшая практика, она правда мощная, глубокая. Я с Эдгардом просто, когда встречаюсь, вот даже в прямом эфире, где угодно, в Москва-Сити ночью, поесть супчиков в 11 вечера. Все равно я просто чувствую потрясающий подъем, за это тебе очень благодарна. Благодарю тебя еще раз за эфир. Хочу, чтобы мы его сделали, знаешь, за финал или раньше, чем-то он ушел в этот, знаешь, в отчет обратного времени. Мы продолжим завтра, ребят, на том же месте, в тот же час мы встречаемся. Продолжим говорить и про рот, и про желание, и про то, как их из рода подтягивать. Поэтому вам есть чем заняться сегодня. Сходите и почитайте Эдгарда, если вы еще не читали. Скачайте книжки, запишитесь на курс «Почувствуй свою любовь». В моей шапке-профиле есть ссылка, и первая неделя, повторюсь, бесплатно. Посмотрите другие медитации Эдгарда. Может быть, вам что-то срезонирует, потому что мы сегодня не говорили про какие-то вещи, про лишний вес или про какие-то травмы и так далее. Все это у Эдгарда, опять-таки, тоже. Если зайдете к Эдгарду, вы найдете все ссылки на это. Поэтому я тебя обнимаю. Встречаемся завтра. Всем благодарю, кто был в эфире. Лиля, благодарю тебе. Я очень всегда рад с тобой встречаться, общаться. Я прям, правда, счастлив видеть тебя. Здоровья тебе доброе, девица, любви и процветания. Благодарю тебе тоже от души. И встречаемся завтра. Обнимаю. До встречи завтра. Обнимаю. До встречи. Всем счастливо. Пока. Пока. Все, друзья, поблагодарили мы. Эдгарда. Благодарю вас еще раз. Благодарна я вам за ваши сердечки. Благодарю вам за ваши сердечки. Встречаемся завтра. Пока вам есть чем заняться, говорю абсолютно серьезно. Сходите и сделайте. Опять-таки, ни я, ни Эдгард не просим вас принести нам деньги, положить на бочку. Сходите и сделайте что-то для себя, для того, чтобы свою жизнь сделать хотя бы немножко или качественно лучше. У вас есть все инструменты для этого, поэтому идите и воспользуйтесь ими. Обнимаю вас и до встречи завтра. Всем счастливо. Счастливо. Спасибо. 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 Спасибо.